Уютный домашний старый винил нынче в большом почете. Дети не знают, что такое аудиокассеты, диски интересуют только Стаса Михайлова, который за них продавцов в суд таскает, а продажи еще более старого носителя, пластинки, растут уже 10 лет. Каждый аудиофил считает обязательным привезти с дачи старый проигрыватель, почистить его от прошлой вековой пыли и поставить дома в красный угол. И рыскать потом по барахолкам, дабы коллекцию свою пополнить. И даже заезженный Вячеслав Малежик в потертом конверте в любой коллекции как бриллиант. Миллиардеры тоже любят тихое шуршание винила. Мечта любого меломана с толстым кошельком стоит 200 тысяч долларов. Это самая дорогая пластинка в мире. Первый сингл группы The Quarrymen, которая потом превратилась в Битлз. В 1958 на какой-то домашней студии в Ливерпуле будущие звезды записали две песни. Худо-бедно сыграли один раз, а на вторую юнцов уже денег не хватило. Пластинку выпустили тиражом один экземпляр. Вот о нем и мечтают фанаты битлов и винила. Только принадлежит он Полу Маккартни, а он пока еще фу-фу здравствует.